Ранее не судим, является студентом высшего учебного заведения, положительно характеризуется, ранее привлекался к административной ответственности за правонарушения, связанные с нарушением правил дорожного движения, за превышение скорости проезда по пешеходным тротуарам, тонировку стекол транспортного средства. Обстоятельством смягчающим наказание суд учитывает признание подсудимым вины в суде и раскаяние в содеянном. Учитывая вышеуказанные требования уголовного законодательства, максимально допустимым наказанием следует считать 3 года 1 месяц лишения свободы. Вид исправительного учреждения суд определяет на основании пункта 1 ст. 158 УК РФ, согласно которого лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, ранее не отбывавшим лишения свободы, назначается в колониях-поселениях. Руководство ст. 307-309 УПК РФ суд приговорил признать Когана Дмитрия Аркадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 ст. 264 УК РФ, назначить Когану Дмитрию Аркадьевичу по ч. 5 ст. 264 УК РФ с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Не будет последнего слова журналиста. Вы будете обжаловать хотя бы решение? Я не буду ничего отвечать. Сказал же без комментариев. Хотя бы состояние свое. Скажите, что сейчас испытываете? Совет адвокатов принять молчание. А если вот сейчас, например, после того, что... Без комментариев. Каждому он сказал. Без комментариев. Все, можете не докапываться. Сказал он русским языком. Без комментариев. Все. Можете это идти. Кончено все. А вы кто? Скажите, пожалуйста. Никто. Дед Пихто. А скажите, пожалуйста, а вы согласны с приговором? Скажите, пожалуйста, а вы с приговором согласны? Я не была там. Боря, подожди. Скажите, пожалуйста. Кем вы приходите с Дмитрием? Кем вы приходите с Дмитрием? Скажите, пожалуйста. Бабушка. Ну, вы согласны? А в каком состоянии, Дмитрий? В нормальном состоянии. Скажите, пожалуйста. Ай, аккуратно.